Здорово, братцы! Доброе утро, мы на заправку пришли купаться. Ключик взяли, так, а здесь у нас душ, вот это что ли? Нет, а вот, ну скромненькая конечно, узенько, но ничего, на халяву же правда. Оставляешь ключи от машины, берешь ключ от душа, все, будем принимать вводные процедуры. Огонь в нашем деле. Душ, второе счастье. Это талевская заправка, о чем дизель? Так, 95, 98, Е85, а это газ. Газоль, 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 что-то я не помню. Рубль 34 и рубль 26. Что это значит, не знаю. Вот там она бесплатная, которая стоянка. вон машинки стоят, но мы идем на платную, на нашу, где мы стоим. Через час можно выдвигаться. Сейчас, чайку замутим с бутербродиками и побежим. Пойдем ли он? Что, не пускают? Меня вчера тоже не хотели пускать. Надо ближе подъехать к шлагбауму. Но я так понял, что эта стоянка только по этому, по телепасу вроде. Тут что-то написано на шильде. Вот, видите, Румын подъехал, все, у него раз, поднялся. Хотя, может быть, и нет, может быть. У меня тикет никакой не вылез. Не, видите, да. Ни маэстро, ни виза. Здесь ничего не прокатывает. Хотя вот шилды, КВ, это, наверное, все, что привязано к телепасу. Ни маэстро, ни виза они не проходят. 60 минут в подарок. То есть на час можно заехать бесплатно. Что-то гиртека. Не гиртека. Литовца не пускают. А нет, говорит, у нее, говорит, что-то прибор, говорит, тупит постоянно. Говорит, где-то на другой заправке выходные стоял. Говорит, это, минут пять, чтобы открылся. Не хочет подниматься шлагбаум у него. Вот так наша платная выглядит. Нет, видите, так и не заехал пока до сих пор. Ну, как ни крутите, здесь все равно надежнее. Мне так кажется. Стопроцентной гарантии нет. Но, во всяком случае, от тех же румын, например, что он тебя в соседнем баке не сольет. Но... Ну, хоть залетные не заедут. Что-то сегодня позднились с выездом. Уже время без 15.12. А ну, все никак. Так, до места 871 километр нам. Через 90 метров въедена дорога. Понятно, что сегодня мы это дело не проедем. Ну, сегодня 9 часов работа. Можно 10. У меня десяток нет. Я их сюда все сожрал, когда ехал. Вот. Ну, не знаю. Что-то тут с датчиком на тахографе. Тахограф тахо пишет. Уже дня три, наверное. Утром, как вот встаешь, заводиться. Ищет, нет связи там того, нет всего, нет пятого, нет десятого, нет. А затем съедьте. Используй второй съезд. Ну, обычно этим вот нажмешь на тахографе. Там окей, понажимаешь. И все, все, все нормально. Все тахограф, все считает. Все красиво. А вот вчера, вот 20 километров до стоянки. А затем съедьте, используй второй съезд. Что-то он у меня начал. Он у меня начал на ходу это все дело выдавать. И все, и у меня пошел тахометр вот так вот скакать. Немецкий прибор тут же заглючил, потому что связи с этой... С коробкой нету. Ну, потом пришел в норму, я сюда доехал. Сейчас утром опять такая же фигня. У меня такое ощущение, что что-то там с нашим датчиком коробки. На коробке. Думали, сейчас здесь рядом на сканию заскочить. Загуглил, а надо 12 часов только работает сегодня. Ну, вот пока тронулся, пока еду. Пока нормально. Поедем посмотрим, что дальше будет. Конечно. Вчера я так офигел. Все, я, главное, ехать не хочешь, но дергаться начал. Как припадочная. Извини. Вот так было. Вот такая что тут. И вот, вот, дня три такая фигня уже. Ну, как-то думал, ну, может быть, знаете, глюк какой у мозга, там еще что не будет. Вот. Клеммы, говорю, вот сейчас стоял, пауза вышла, я здесь минут. Клеммы снял, может, думаю, то и все, не пропадает. Ну, вот не знаю, сейчас выехал, будем ехать, будем смотреть. Потому что, а в скане, я думали заехать, а надо 12. Вот. То есть, я уже туда по-любому не успеваю. А сегодня суббота. И до загрузки надо ехать, и то, и все, и в общем. Короче, пока едем, а там будем смотреть по дороге. За бортом плюс 14, видите, какая красота. Сухенько, вообще хорошо. Ну, если сегодня будет так километров 650, если все нормально будет со всеми датчиками, 650 под 700 пробежать, то нам останется там не так уж и много на утро, с воскресенья, на понедельник. Ну, будем смотреть сейчас, я не знаю, если начнет датчик, таха начнет так мозг выносить, то, возможно, придется какой-то сервис во Франции искать, а это значит в понедельник. Потому что, ну, так не есть хорошо, нельзя ехать, будешь наказан. Особенно в Германии у меня есть же Ленинский прибор, раз красным светом загорится. Итак, так, проблема с тахографом – это серьезная проблема, ее нельзя. За нее накажут. Пока едем. Все красиво. Все, вот, считает, пишет, ничего не выдает, никаких ошибок. Я потом вывешу вам вот ошибки, которые она мне высвечивала, я на фотографии, я фоток понаделал, я вам сюда прикреплю, может кто-нибудь что-нибудь грамотное скажет бездарям. Вот. А так, что у нас, 520 до Страсбурга. 520 километров Франции еще. Пойдем вдоль аэропорта сейчас. Ну, вчера, если помните, то, когда вот со стороны оттуда идешь с Испанией, так въезд в Гренобль, как бы знаками обвешенным. Ой, не в Гренобль. В Гренобль. В Лион. Ну, как бы, с другой стороны, тут круг-то получается. Тут лишних, наверное, может километров, ну, 15. Ну, 20. Ну, зато не через город. Потому что, ну, как ни крутится, автобан, идущий через город в час пик может встать. Запросто по новой. Правда, здесь подальше и подороже. Потому что здесь платка. Вот этот участок, он платный. Я не помню, сколько. Тоже, по-моему, в районе десятки, что ли, здесь. Когда налички оплачивали. Не налички, а карточки оплачивали. Так что-то, по-моему, в районе десятки. Сим-сим. Трах-цебедох-цебедах. Эй. Слушай, дорогой, ты так не пугай, да? Зачем так делаешь? Не сразу поднимаешь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Пока все good. Все Arbaten хорошо. Вот, блин, мне было печали спить. Таха еще. Что-то же ей не нравится. Вот радарчик их не местный. Видите? Вот они отсюда заходят. Так. На дорогу смотрите. Тут автовоз что-то. А вон и стоят они. Красавцы. Он пошел на взлет. Смотрите, прямо на нас. Эх, мы сейчас, наверное, спрячемся за бугор. Ну, вон он, аэропорт. И он взлетает. Красавец. Какой-то здоровый там грузовой стоит на взлете. Ил, по-моему. Давайте. Счастливой дороги. Счастливого полета. Больше мы все равно ничего не увидим. Здесь все за этим, за бугром будет находиться. Поэтому ни фига не видать. Эх, сейчас мы по прямой думают на Парижку, да? Эх, по Парижу пошляться. Там особо смотреть то, в том Париже. Ну, тысячу лет не было там. С Барселоной тоже Так обидно Пару дней там постоять И погодой, чтобы повезло Была вчера такая погода, как сегодня здесь Ладно, что тут То, что не делается, значит к лучшему Зато у нас впереди Незабываемое новогоднее путешествие В этот В Когалым Есть желающие? Поехали в Когалым Съездим Все, Леон остается за плечами До свидания Погнали мы дальше на восток Там мост красивый впереди На парижи цикла Гейр Или как е на дух? Депейдж Пейджа плата Через 300 метров Продолжайте движение Так, где у нас буква КТ? Вот она у нас тут, слева почему-то На, туда Продолжайте движение Под телепасс Тут заранее Мерси Так, пропустим Слева она маленькая газует Давай на педальку нажимай Вот этот топелек уже такой Старые французские номера Еще видите, желтые Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok видеть опять задождило так как с леона выехали какое солнышко светило какая красота сейчас все задождило уже семь всего лишь на улице все выезжаем покидаем зимнюю сказку под названием тепло нас скоро ждет настоящая зимняя сказка под названием мороз коголыми например этом сургуте но до него еще далеко уже сегодня придется я думаю ночевать с печкой потому что эти все ночи прекрасно про автономку даже мыслей не было осталось 50 минут все хорошо пока до сих пор не цитаха и ведется хорошо осталось 50 минут и надо будет где-то становиться на что уже у нас будет обеда ужин хотя в принципе чего еще пол третьего только в европе 3 как раз тогда еще обед это мы уже идут на тридцать шестерки 36 автобане тут наверное километров 100 до милюза осталось а не мельхоус хотя так языки чешется назвать как раньше называл белфорд белфорд правильно читаю вроде правильно так осталось десять минут ну я думаю за 10 минут во франции какая-нибудь лесная стояночка нам по любому падется хотя наверно стоит поднажать на педальку пока этот белфорд проедешь все темнеет сейчас пока паузу открутим уже все темненько будет 4 часа уже плюс пять плюс пять возвращаемся потихонечку зиму в том же сейчас как на зло может и не быть чего-нибудь Торговые центры, все площадки заставлены маленькими. То есть полного локдауна у них нет. Комендантский час есть у магазинов, никто ходить не запрещает. Просто я на Машку смотрю и у меня что-то там в ближайшем обозримом будущем не проскакивает. Вон вижу какая-то, вижу. Что нужно влево, вправо. Стоит поднажать наверх. Да, паркинги есть, только с той стороны. Четыре минуты осталось. Ну вот сейчас на ровном месте или нет? А, нет, нормально. Маншинка какая-то. Вместо отдыха через 1,400. Да, 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 отлично. Значит, все четенько, вообще за 4,5 придем. 4,28. Ну и хорошо. Еще останется 4,5 сегодня отработать. И все. Финиш. Завтра воскресенье. Арбайтен нельзя. Будем стоять. Спальник 5. Но еще 4,5 нужно. А там будем уже смотреть, прикидывать, сколько нам будет оставаться на загрузке, насколько, насколько рано в понедельник уезжать. Сами на мигалке нарвались, видите. Дуаны, таможня. Что-то у них тут контроль какой-то проводит. Ого. Тут и не только таможня, тут еще и полиция. Дырочка хоть есть. Ё-моё, и дырочки-то нет. Придется тут прижиматься вот так, наверное. Из всех стоянок выбрали самую забитую. Ну, уже однозначно без вариантов. Поэтому, поэтому становимся сзади. Вот, прижимаемся. И все. Будем 45 минут стоять. Вон, видите, полицаи впереди. Сзади таможенники. Вот так французские полицаи на мотоциклах. Вот, видите, привели маленькую. Те, которые стояли, те уехали. Чем-то им эта маленькая не понравилась. Чем закончится, посмотрим. Банальная проверка документов. Ну, вот так вот они с автобана снимают. А может, что-то нарушили. Может, какую скорость или еще что. Ну, я думаю, скорее всего, проверка документов, наверное. Все, мигалки выключили. Ну, мы с вами определенно удачное место выбрали. Смотрите, еще одного привели. У нас тут обед. Какой-то... Вот из всех паркингов нам нужно было выбрать паркинг, где проводятся контроли, да? Ясно. Ясно. Ну вот, первого отпустили, посмотрели. Я так даже не видел, чтобы ему что-то выписывали. Второго тут что-то все смотрят. Пробивают. Что-то он тут, видите, багажник открыл. Ну, в общем, что-то ему показали на телефоне. Он посмотрел, головой помахал. Отдали документы. Ну, вот все. Тоже человек поехал. Ну, и, наверное, парни сейчас... Жандармы тоже поедут. Что они ему нам показали, естественно, я не знаю. Ну, что-то показали. Тут головой покивал. Да, да, да. Ну, все, погнали. Ну, все. Мы продолжаем кушать и поедем. И тоже поедем. Может, еще кого-нибудь приведут. Какую-нибудь жертву. В общем, я не понял. Это что, граница, что ли, уже? А, ну да. Точно. Тысячу лет тут уже не ездил. Ладно. Welcome to Germany, друзья. Мы зашли в Германию через Центральную по автобану. То есть не пошли в этот раз на Страсбург. А как шлифку через Мелюз по прямой, так вот по прямой. Вот через Рейн сейчас перекуливаем. Сиди, кстати. То ли электростанция, кидроэлектростанция, то ли что ли, шлюзы какие-то тут. Все темно, правда, ни черта не видать. Вот. Почему? Ну, кстати, немецкий прибор стал работать. Все показал. Свыше 18 тонн, все дела. Вот. Идем мы на Мюнхен. Даже дальше на Мюнхена надо. Сама короткая дорога. Это вот сейчас было свернуть направо на Швейцарию. Ну, сама короткая еще можно было с Францией через Швейцарию поехать. И еще короче. Ну, или вот сюда вот идти сейчас на Базель, на Швейцарию. И вдоль немецкой границы через Швейцарию проехать. Мы поедем немножко по-другому. Можно поехать по автобану. То есть подняться сейчас на север. Да, Карл Сруе. И там по восьмому автобану идти в сторону Штутгарта. Ну, и на Мюнхен, соответственно. Мы поедем по-другому. Почему? Ну, во-первых, так как мы поедем, будет короче. Во-вторых, так будет дешевле. Время у нас есть. Сегодня еще работает 3 часа 54 минуты. И плюс еще с субботы, с воскресенья на понедельник у нас будет время для езды. Вот. Поэтому мы поедем вдоль швейцарской границы. Сейчас вот. Сейчас дойдем до Фрайбурга. Здесь недалеко, километров 30, по-моему. И в районе Фрайбурга мы уйдем, по-моему, 31-я дорога. И так вот к швейцарской границе по 5 подберемся. И вдоль нее будем идти на Констанц. Там обойдем с немецкой стороны это шикарное озеро. Единственное, плохо, что этот весь маршрут мы будем проходить в темное время суток. Что сейчас, что потом утром. Понедельник. Здесь такие красивые места. Горы. Вдоль швейцарии. Там потом это озеро. Это все надо видеть. Я ездил. Места потрясающие по красоте. Здесь вообще как заповедная зона какая-то считается. Сейчас куда мы будем сворачивать. Ну, единственное, что можно будет там через населенный пункт и будет дорога вести. Посмотреть, как местные городишки к Рождеству украшены. Потому что сегодня уже 19-е. До Рождества-то осталось меньше недели. Вот, план у нас такой. Ну, получается, мы сейчас срежем. Да, если бы были гружены там с двадцаткой, то даже бы мысли не возникло туда ехать. В эту местность горную. Машка все кричит, поехали через Швейцарию. Хочешь Швейцарию посмотреть? Ага. Хитро, я понимаю. Как-нибудь посмотрим на шунчик, но в другой раз. Вот. Ну, а пока поэтому прокатимся мы так. Этим путем. Выграем, не выграем, не знаю. Мне кажется, выиграем. Во всяком случае намного будет дешевле за дороги. Дороги в Германии тоже далеко не дешевые. А там все будет по Бундес. По местным. Посмотрим, что из этого всего мероприятия получится. Единственное, что где-то паузу нужно будет крутить в какой-нибудь деревне. Но ничего. Зато на все же воздухе. А не на автобане. Ушли с автобана. Вот и ехали во Фрайбург. В общем, задачка у нас 221 километр отсюда проехать за 3 часа 26 минут. Как вы думаете, справимся? Если бы это дело было по автобану, то вопросов бы не было. А если это будет по таким вот за ремням, а когда еще даже 50, тут вон никто не едет. А что ты не едешь? Даже 50 не едет. Ак-60 висит. Он даже 50 не едет. Спит, наверное. Вот, поэтому он такой вопрос слегка щепетильный. Посмотрим. Вечер, субботы. Машин быть не нужно. Грузиться здесь во Фрайбурге доводилось. Как-то один раз я здесь грузился. Хотя вот Сан-Фрайбург только вот знак весел. Ну, здесь полтос. Вот одно, что здесь просто вот эти вот... Дорога идти через частенько всякие населенные пункты. Придется сбрасывать. Валяде. Проблема-то. Нет. Будем что-то раньше думать. Ближе к телу будем видеть. Ближе к телу. Сан-Фрайбург. Поехали. Как-то весь. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok курортная зона вот надо 81 же автобана долетели скром довольно лихо 81 это налево на штутгард направо это туда в сторону констанца и второй переход забыл название на швейцарию два перехода мы сейчас уходим немножко направо нам вообще нужно вот на линдау это уже вход вас в австрию то есть другой стороны озеро здесь немного мы проедем километров если верить машке 20 и опять налево там по моему тоже автобан я точно не помню то есть вернее не знаю или не помню короче факт остается фактом что ехать здесь можно одна только горка и все вот это вот та которая там право-лево но она маленькая совсем а так валишь-валишь и до дна там две деревни где нужно скоро сбрасываться так летишь и летишь огонь зато уже вот считать 81 это вот тут чуть-чуть буквально вот наверх на север подняться иду в штутгарте вот чуть-чуть это относительно имеют кетров 100 может быть ну что-то такое поэтому неплохо 147 километров осталось и еще два часа 20 минут я думаю мы должны успеть вот линдау вот 104 но это вот приграничный город там тоже кстати в сторону линдау автобан может быть здесь тоже по автобану пойдем сейчас посмотрим мы браться находимся прямо на берегу это боденского озера она у нас сейчас справа только с немецкой его части ну вот 1 после большого от расстояния населенный пункт за и въехали в котором есть даже ограничения 30 километров в час а так вообще все красиво 81 потом там 98 немножко автобана и потом идет националка по 31 дальше продолжается но все красиво идешь в общем ехать можно я-то это дорога с этой стороны не ездил никогда по берегу боденского озера ехал по швейцарской стороне частенько мы раньше на мал с доски таскались с вологодчины в констанции их растамаживали на границе со швейцарией и потом уже вдоль озера и в маус там недалеко по швейцарии выгружали плохо что плохо что темном так она вот прямо вот в навигатор посмотреть то вон она с правой стороны у нас находится по времени тоже вроде все хорошо у нас 82 километра осталось еще час 32 сейчас будут еще вот этого славяна как-то обогнать он не то что медленно ездит он груженный и так это чутка подсаживается плохо туман не видно нифига бы конечно можно было бы его обижать но ничего тут принципе то чуть-чуть уже осталось и мы уже выскочим там я не помню какой-то 96 автобан который идет с линдау на мюнхен все мы нормально успеваем по времени все вы тут по пока все красиво 96 автобан линдау мюнхен 15 минут до конца смены будем швартоваться с правой стороны ключом у нас макдональдс да шелловский автохофф съезжаем надеюсь места там есть какой-нибудь да найдем где-нибудь да пришвартуемся хочется верить потому что ехать дальше априори просто нет возможности изменения машина к у о о о о о о о было хотя бы одно местечко на следующем повороте поверните направо отсюда 240 километров до точки выгрузки ой выгрузки загрузки готовьтесь к время сейчас полдесятого вечера ну и что тут это так со машинами тут все забито сейчас будем искать пытаться что-то придумать здесь даже он и и времени-то особо на поиске нету видите вот здесь человек стоит что здесь паркинг направо как туда попасть на этот парк как на него заехать я считаю не пойму тут тупик где тут место и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok